Андрей Фролов окончил учебу в колледже и сразу отправился в военкомат. Парень с детства мечтал служить в вооруженных силах России, и мечта сбылась. Парень признается, очень хотел отдать воинский долг в элитных войсках. Долгое время он занимался спортом, чтобы быть в хорошей физической форме. По распределению он попал в президентский полк. Я очень горд, что стану военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации. Это очень почетно служить. Я готов целый год отдать службе в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодно на службу в президентский полк Федеральной службы охраны государства от Ульяновской области отправляется 10 ребят. На протяжении пяти лет в регионе существует добрая традиция торжественно провожать будущих защитников кремлевских стен. Со знаменательным событием призывников поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Я искренне рад лично приветствовать вас и пожелать вам удачи, здоровья, успехов в боевой подготовке. Вы отправляетесь служить в одно из лучших подразделений Российской армии. Вам оказано большое доверие. Уверен, вы оправдаете его и с честью выполните свой долг перед Ординой. Директор Центра патриотического воспитания Валерий Почтарев отмечает, что по возвращению из армии военнослужащих запаса без внимания не оставляют. С ребятами проводится плодотворная работа по дальнейшему трудоустройству и поступлению в учебные учреждения. Ребята, которые отслужили не только в президентском полку, но и вообще в вооруженных силах, они прибывают сюда, с ними разговаривают и в Центр трудоустройства предлагают места работы, и учебу предлагают, и еще есть поддержка, соответственно, есть финансы в этом законе предусмотрены. Ребята, которые возвращаются в Ульяновскую область, они получают финансовую поддержку и места работы. В конце мероприятия глава региона вручил призывникам памятные часы и пожелал успехов в несении воинской службы. Максим Писарев, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Продолжение следует...